А сегодня мы продолжаем отвечать на вопросы наших зрительниц и читательниц. И сегодня разбираем такой интересный вопрос, как же заставить себя женщине заниматься спортом. Женщина ходила в спортзал, женщина ходила бегать, но все ей это не очень нравится. И, наверное, даже так поддостало, скажем так. Абонементы лежат в стороночке, женщина не занимается спортом, но прекрасно знает о том, что это ей поможет. Как себя заставить бороться с этой ленью, с ленью заниматься спортом? Хорошо. Смотри, на самом деле, что делать? Давай начнем с того, что делать не стоит. Что делать стоит в любом случае. Не стоит себя заставлять на самом деле. Почему? Потому что, когда ты себя заставляешь что-либо делать, ты с собой борешься. А бороться нужно с врагами, а не с самим собой. И если ты сам себе не враг и не хочешь им становиться, то бороться с собой не нужно. Нужно просто понять, что ты делаешь, зачем ты это делаешь. И решить для себя, хочешь ли ты это, нужно ли оно тебе. И все. Потому что, если ты борешься с самим собой, твои, конечно, ощущения от этого всего будут не самые приятные. Понимаешь? Поэтому давай посмотрим, что такое занятие спортом. Для многих людей, в особенности для женщин, которые ведут определенный образ жизни, какой-то ритм у них сформировался, который их устраивает, он комфортабельный, он, скажем так, расписан в течение дня по каким-то событиям, которые нам нужно сделать. И он не требует каких-то усилий. Там нет сложности. Понимаешь? Менять его. Зачем? Почему? Если человеку все устраивает, тогда занятие спортом, в принципе, и он настроен на то, что это сложно, конечно, будут проблемы. Я бы назвал это по-другому совсем. Не занятиями спорта. Я бы назвал это занятием с собой. Если женщина хочет заниматься собой, это совсем другое дело. Понимаешь? Поэтому, когда мы занимаемся спортом, мы делаем это ради себя, но все-таки где-то мы занимаемся все же спортом. Когда мы занимаемся собой, все, что бы мы ни делали, мы делаем это сами, и мы делаем это для себя. Что нам даст спорт? По большому счету, тоже нужно очень грамотно подойти к этому. Спорт же, он тоже бывает разный. Есть спорт профессиональный. Он ничего, кроме проблем со здоровьем, в долгосрочной перспективе, не приносит. Стоит ли нам заниматься этим спортом? Не стоит. Есть упражнения, которые вызывают у нас неприятия, которые нам сложны, тяжелы, которые мы не хотим подсознательно делать. Стоит ли ими сразу заниматься? Я думаю, что нет. Вообще, заставлять себя что-либо делать не стоит. Я думаю, что нужно... Как к этой проблеме стоит подойти? Нужно взять самые-самые-самые простые упражнения, которые только возможно найти. Самые простые, самые легкие. И попробовать их сделать самое минимальное количество раз, которое ты можешь и которое ты хочешь. И посмотреть на результат. Если ты сможешь это делать в течение нескольких дней, и это не приносит тебе тяжелого беспокойства, можешь добавить что-то новое, что-то новое, что-то новое. И так потихонечку ты придешь к тому, что делать эти упражнения не является для тебя чем-то сложным и раздражающим. Но это не будет называться спортом. Это будет, скажем, называться зарядкой или еще чем-либо. Понимаешь, и ты потихонечку поймешь, что для тебя это возможно. Что в этом ничего сложного нет. А это важно понять, что это не сложно. Вот это психологический момент свой, перебороть себя. Конечно. Конечно. Когда мы приходим в зал, ты понимаешь, там есть множество вещей, которые сразу могут сбить нас с толку. Для кого-то фигура человека, который занимается спортом профессионально многие годы, будет являться стимулом. А другой, например, посмотрит на это и расстроится. Скажет, ой, мне далеко до этого, это не нужно. Понимаешь? То есть к этому нужно подойти очень спокойно и взвешно. Если ты не хочешь заниматься спортом, не занимайся спортом, но собой заниматься, мне кажется это приятно. Ты понимаешь, каждая женщина, каждая женщина, она хочет нравиться сама себе. Понимаешь, каждой женщине будет приятно зайти в магазин, примерить одежду, которая подходит для стройных, красивую. Понимаешь. Понимаешь, смотреть на себя в зеркало с любовью, смотреть как красиво сидит она на боках, на бедрах. Понимаешь, и ведь каждая женщина выходит из душа и смотрит на себя в зеркало. Как приятно посмотреть на себя, особенно вот когда ты наносишь хрем на своё тело и порадоваться тому, что ты. Чтобы добиться этого всего или хотя бы поддерживать это в такой форме, которая дана от природы, нужно делать хотя бы минимальные вещи. Нужно помогать своему телу, ведь это совершенно не сложно, держать своё тело в замечательной, прекрасной форме. Просто для некоторых, понимаешь, нужно начинать со спортивного зала. А для некоторых это будет просто несколько комфортных движений. Я считаю, что нет женщин, которые не любили бы заниматься сами собой. Нет женщин, которые не любили бы заниматься своим телом. Мне кажется, просто то, каким образом им преподносится спорт и вообще всё, что они должны делать, оно отталкивает многих. Я очень многих встречал людей, особенно женщин, которые... Вот я спрашиваю, а почему вы не бегаете по утрам? Ой, это ж тяжело бежать. Говорят, слушайте, а если мы с вами будем гулять? Ведь вопрос же не стоит или-или. Или ты сразу бежишь на длинные дистанции, или сидишь дома. Понимаешь, вот этот максимализм, который... Вот я решила заниматься спортом, я тут же иду в зал, я купила абонемент на год. Я не знаю, что будет завтра, но я купила абонемент на год. Я прихожу в зал, и тут же ко мне подходит инструктор, он уже знает, что надо делать. На меня уже всё для меня решено уже. Понимаешь, 20 подходов здесь, 8 подходов тут. Человек не хочет этим заниматься. Ему тяжело. Понимаешь, вот этот шквал всей новой информации, новых обязанностей, времени, который должен тратить на это, он просто отбивает желание. Это неправильный подход. Понимаешь, это... Мне кажется, нужно ко всему правильно подойти. Достаточно будет человеку просто несколько раз встать с утра и прогуляться вдоль моря, выйти в парк, просто пройтись, подышать свежим воздухом. Я не знаю человека, которому это не понравится. Я не знаю... Ты понимаешь, я не знаю человека, которому это будет тяжело. И организовать себя на такой подвиг, это достаточно просто. А дальше больше, понимаешь. Когда человек начнёт гулять по утрам, ты увидишь сама атмосфера, его жизнь, ритм, всё переменится. Главное, очень аккуратно и правильно начать. Понимаешь, на самом деле у нас неправильное представление. И многие женщины не то, что они не любят заниматься спортом, им не предоставили шансов. Если человек никогда этого в жизни не делал, не привык это делать, это очень сложно сразу поменять привычки, образ жизни, даже если у тебя есть очень серьёзная цель. Иногда нужно просто правильно к этому подойти. Если человек начнёт гулять, в какой-то момент он начнёт быстро ходить, в какой-то момент ему захочется пройти не километра два, в какой-то момент он побежит, он познакомится с новыми людьми. Понимаешь, что есть всё нужно правильно и аккуратно. Если женщина не хочет, мы говорим сейчас о тех женщинах, которые не хотят заниматься спортом, поэтому не надо им заниматься. Займитесь собой, уделите время себе. Понимаешь, да, сложно ходить в бассейн для многих, может быть. Вот не хочет человек, не любит он плавать, правильно? Но ведь пойти в сауну, это приятно. Понимаешь? Вот и всё, потихонечку нужно начинать. Ведь проблема не в том, что человек не любит, женщина не любит заниматься спортом. Проблема в том, что она отвернулась от себя в какой-то момент в жизни. Понимаешь? Она просто перестала, по большому счёту, уделять себе внимание. И нужно человеку помочь опять обратить своё внимание на себя. И не надо при этом на него обрушивать массу условий. Не надо. Нужно просто ему сказать, что знаешь, не занимайся спортом, вспомни о себе. Сходи в сауну, сходи на массаж, прогуляй. Да, сходи в парк погуляй. Потихонечку верни вкус к жизни. И чем больше человек начнёт уделять внимание себе, своему развитию, своему внешнему виду, своему психологическому состоянию, тем больше ему захочется уделять внимание этим самым главным в жизни вещам. Он научится потихонечку себя любить. Поэтому спорт – это всего лишь слово. Это название такой деятельности бурной, активной, которая многих устрашает, которой очень многие непривыкли. Но, понимаешь, научиться любить себя, я бы назвал это так. Если человек научится любить себя, особенно женщины, это очень важно, подтянется всё и остальное потихонечку, постепенно. Это тоже процесс. На самом деле и спорт. И всё остальное, о чём мы с тобой говорим, это работа над собой. Если женщина опять научится любить себя, если рядом с ней будут правильные люди, любящие люди, понимающие люди, которые поддержат её в её начинании, она захочет заниматься спортом. Она захочет, она будет любить спорт, она будет любить художественную гимнастику, она будет полюбить театр, она полюбит очень многое. И эту любовь, которую она станет испытывать в себе, она будет дарить тем людям, которые рядом. Это почувствует всё окружение, понимаешь? Это всё очень сложный взаимосвязанный процесс. Поэтому, когда говорят, вот я никак не могу начать заниматься спортом, да не надо этого делать. Не надо. Просто обрати внимание на себя, на свои потребности. Удели немножко времени себе. Даже просто сядь и подумай о том, чего бы тебе хотелось в жизни. Удели 10 минут сама себе. Эти решения сами созреют у тебя в голове. У тебя эта решимость появится. Когда ты начинаешь с конца, понимаешь, ведь человек сначала должен созреть для абонемента. А если он начинает с конца, и у нас такое понимание, вот если мы что-то купили, значит, мы этим должны и обязаны пользоваться. Тут это очень сложный психологический момент, понимаешь? Поэтому вот человек приобрёл абонемент, и он обязан теперь ходить в зал, а он не хочет, понимаешь? А ему нужно пойти от обратного. Ему нужно сначала захотеть, а потом только идти покупать абонемент. Но это на самом деле целый комплекс моментов и причин. Но резюме из этого такое. Не ломайтесь себя. Не занимайтесь спортом. Занимайтесь собой. Уделяйте внимание к себе. И у вас появится понимание. И культура тела, и культура питания, и культура мышления. Всё будет в комплексе. Это комплексная проблема. Её нельзя решить частями. Для некоторых случаев это подходит, а для некоторых — нет. Просто научитесь любить себя. Вот мой совет в этом случае. Быть добрым. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!